Здесь нет картин в привычном понимании этого слова. Холстом художнику послужила береста, притом не какая-то особенная, а обычная, которую можно найти практически на каждом шагу. В них автор выставки «Страна березового сица» Роман Багров нашел свое вдохновение. Просто берешь кусок бересты, отрываешь его от полена, прежде чем кинуть в печку, ну и смотришь. И иногда просто вот видишь готовую картину, которую надо просто подчеркнуть, обозначить. То есть, как бы, мое участие в этом, оно такое, ну, сводится к минимуму. Особенно удачными работами Роман считает те, которым меньше всего приложена рука художника. На них образ вырисовывается из естественных изгибов коры. Сюжеты на картинах – это отражение нашей жизни, говорит сам художник. Он настоящий художник, и он умеет рисовать. Рисует он по-своему, но рисует он очень точно. Его произведения из выразительного характера, я бы так назвал, они вызывают очень точные чувства и эмоции. По моему ощущению, это именно то, что он и пытается добиться в своих работах. На выставке «Страна березового сица» представлено больше 200 работ. Однако названия у них нет. Художник вместе с руководительницей салона придумал необычный ход. Каждый посетитель может сам придумать название для них. Рядом с картиной вешают номер, а в журнале пишут имя. Так произведения по цифре 1 назвали «Старушки-говорушки в деревне на лавочке сидят». Самому же автору сложно выделить работу, которая для него стала особенной. Каждая работа, вот она, как ребенок, она рождается абсолютно по своим каким-то законам, независимо от всего предыдущего и последующего. И поэтому мне очень трудно сказать, что вот это вот лучшее, а это худшее. То есть они все мне по-своему очень дороги. Выставка «Страна березового ситца» будет работать в художественном салоне до 15 октября. Посетить ее бесплатно сможет любой рязанец. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».